Мне показалось, что вы не правы в оценке Елены Костиченко. Я не оцениваю Елену Костиченко, я не оцениваю её посты о 90-х годах и её не прощу. Мне кажется, что у Елены Костиченко примерно та же проблема, что и у большинства журналистов, которые хотят стать писателем. Наверное, она была и у меня, но я-то всегда себя чувствовал скорее писателем, журналистикой была моим способом выживания и заработком. Елена Костиченко – гениальный репортер, как репортеру ей нет равных, но как писателю есть. Я говорю об этом без зависти, потому что мои книги тоже переводятся, что мне, собственно, завидовать. Но мне представляется, что книга «Моя любимая страна» – это книга во многих отношениях истеричная и в некоторых отношениях спекулятивная. То есть, иными словами, когда репортер становится писателем, найти верный тон для него большая проблема. Скажем, абсолютно гениальным репортером я считаю Олега Кашина. Каковы бы ни были наши сложные отношения, Олег Кашин для меня – идеальный репортер. Переход его в публицисты оказался, по-моему, сопряжен с демонстрацией некоторой его незрелости. Или, ну, прямо скажем, ну да, незрелость здесь, пожалуй, самое такое и мягкое, и уважительное слово. Я думаю, что у Кашина еще впереди большая литература. А я не буду называть несколько имен журналистов, которые, может быть, могли что-то сделать в журналистике, но в писателях они начали проявлять совершенно чудовищные и совершенно неадекватные комплексы. Поэтому говорить здесь, так сказать, о Елене Костюченко, на мой взгляд, приходится проявить, что как о человеке, который ищет себя в новой профессии. И если она в этих поисках сумеет избежать спекуляции на личном опыте, то это будет прекрасно. Как сумело, кстати говоря, избежать капоты, потому что его новый журнализм – это не про себя, и никакой спекуляции тут нет. Знаете, мы, я думаю, с вами разойдемся. Потому что если нет, то есть мы с вами не разойдемся никогда, но в данном случае мы разойдемся в оценке Костюченко. Да, с Еленой Костюченко происходит действительно печальная вещь, потому что это тот случай, когда талантливый и, может быть, гениальный репортер, автор лучших репортажей, оказывается довольно посредственным писателем. На этом многие, кстати говоря, на этом многие талантливые люди ломались. На попытках перехода, скажем так, от талантливого и даже гениального репортажа к прозе довольно спекулятивной. Те приемы, которые хороши в журналистике, не всегда хороши в литературе. И мне вот в этих фрагментах Елена Костюченко – это ее память, ее травма. Но мне увиделось расчетливое манипулирование читателем, которое, грех сказать, иногда меня подбешивало и в некоторых журналистских ее работах. Это были удары ниже пояса и, ну, как бы выход за обычные журналистские средства. Что прекрасно в журналистике, в литературе прямого действия, то не всегда хорошо в литературе. Это не надо принимать за мою зависть к Елене Костюченко, потому что, ну, у меня вышло все-таки некоторое количество книг на разных языках, поэтому меня в зависти к ней подозревать довольно смешно. Вот. Я просто вижу, что мы наблюдаем довольно опасное перерождение. А Алексей Алексеевич Венедиктов – очень добрый человек, который написал «хватит хейтить Костюченко», да никто не хейтит. Ну, людям увиделся некоторый момент манипулирования в этих текстах. А Алексей Алексеевич – добрый человек, кого только не защищал в разное время и как только ему за это не прилетало, понимаете. Ну, и в том числе от защищаем. Поэтому здесь, на мой взгляд, как только мы начинаем непогрешимую икону делать с Еленой Костюченко, мы ей оказываем довольно дурную услугу. Она и так, по-моему, уже работает в очень авторитарном дискурсе. Что касается воспоминаний о 90-х, понимаете, 90-е воспринимались мною как отвратительное время. Очень плохое было время, потому что я любил 70-е, а не 90-е. Я любил в 70-х годах их довольно высокий культурный уровень, культурный взлёт, я бы рассказал. Их довольно высокую, в том числе нравственную планку. Потому что с диссидентами в это время была солидарна практически вся страна, и никто не вышел защищать эту падающую власть, когда она в 91-м году, значит, позорно проиграла всё, что могла. При этом 90-е годы, при всей моей неприязни к ним, при том, что это были годы распада, деградации, при том, что в эти годы Советский Союз был повреждён и заменён вещами гораздо худшими, нежели Советский Союз. То есть, триумфом жадности, хапожничества, лжи, произвола. При всём при том, я, когда 90-е сегодня бронят, я испытываю парадоксальное желание их защитить. Не только потому, что, так сказать, мне нравится быть одному против всех, не потому, что я выделываюсь, не потому, что мне платит Чубайс, а потому, что 90-е годы, вот здесь нельзя не признать пророческой правоты Татьяны Друбич, они были во многих отношениях честны. То есть, людей стало видно, стало видно, кто чего стоит. 90-е годы были отвратительны в одном. Это был геноцид советской интеллигенции, настоящий геноцид, её уничтожение. И она была деклассирована, она была втоптана в грязь. И вот советскую интеллигенцию мне жалко невыносимо. Но ведь, понимаете, советская интеллигенция, вообще с русской интеллигенцией, всегда выступали совершенно конкретным образом. Вот сейчас я вам набросаю историю с русской схему, которую очень многое в России объясняет. Жалко только, что эту схему придумал Гаршин в своей сказке «Аталия Принцепс, а не я». Интеллигенцию в России откармливают на убой. Её создают для того, чтобы она расшатала устои этого общества, а потом, когда общество обрушится, её первую сжиран. Вот перестройку и 90-е приближала в первую очередь советская интеллигенция. Она делала всё для того, чтобы власть гуманизировалась, чтобы она конвергировалась с остальным миром. Ну и когда рухнула эта система, как Гаршинская теплица, эта пальма, которая её пробила, погибла первым. Это такие, понимаете, ангелы на откорм, кормовые ангелы. Только это вот не скот, который откармливают, а ангелы, которых выращивают для того, чтобы они систему расшатали и первыми погибли. Кстати говоря, я вспоминаю своё первое интервью с Искандером, своё знакомство с ним. Это был 92-й год. Я ему говорю, а вот не кажется ли вам, что своим развитием национального самосознания вы несколько приблизили к раку СССР? Я помню боль, ужас, которым он, глядя на меня, повторял. Да не к этому же мы призывали, да не этого же мы хотели. Посмотрите, вокруг мы в 70-е годы настаивали не на этом. А вот получилось так. Понимаете, я думаю, что советская интеллигенция эдак 16-го года тоже призывала не к тому. Они же готовились красиво погибнуть, а их задушили носками, грубо говоря. И интеллигенция русская прогрессивная 80-х годов, 19-го столетия, хотя уже попахивала террором, она тоже не к этому призывала. А в результате она на свою голову накликала 17-й год. Значит, 90-е годы не были торжеством свободы. 90-е годы не были торжеством права, закона. 90-е годы были торжеством произвола и энтропии. Это было время, когда вместо ожидаемых свободных граждан нового государства пришли уголовники. Как всегда, и криминал захватил все позиции. А люди, реально боровшиеся с советской властью, были оттеснены от любых рычагов. Кто из диссидентов занял хоть какую-то позицию в государстве, кроме Сергея Ковалёва, который в 90-м году демонстративно ушёл совсем в посту. Так что 90-е годы были как раз тем временем, когда извращалась и компрометировалась великая идея свободы, идея, которая диссидентов вдохновляла. Да, в этом плане 90-е годы были омерзительны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова